В Туркестане завершился чемпионат мира по сурдо дзюдо. Казахстанцы выиграли в первый день соревнований две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Золото удалось завоевать и нашему земляку Алтенбеку Кокетаеву. Так встретили на железнодорожном вокзале наших спортсменов, только прибывших с чемпионата мира по сурдо дзюдо. На чемпионате, проходившем в Туркестане, за область Абай приняли участие три спортсмена. Среди них Алтенбек Кокетаев, который завоевал золотую медаль. Он обыграл украинского призера чемпионата мира Ивана Костенко и чемпиона сурдолимпийских игр Альберта Вестерхота в весе до 66 килограмм. Хочу сказать спасибо тренерам. Спасибо Максат Ага, Мадине Апай. Спасибо тренерам из тела. Соперники были сильные. Вернулся чемпионом. Очень рад. Уран Кульсерк Пек в командном зачете в составе сборной Казахстана завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по сурдо дзюдо в весовой категории до 70 килограмм. Спасибо всем, кто пришли нас встретить. Спасибо за то, что подготовили нас на чемпионат мира. Я очень рада. Первый раз я участвовала на таких соревнованиях. По словам тренеров, конкуренция была большая. Выступали сильные спортсмены. Но, несмотря на это, спортсмены выступили на ковре достойно, показав наилучший результат. Чемпионат мира по сурдо дзюдо прошел на высоком уровне. Алтымбекка Китая, вставший чемпионом, смог защитить честь области Абай, защитить честь нашей страны. Желаем успехов в предстоящих соревнованиях нашему ученику. На этот чемпионат мира у нас была тщательная подготовка. В этом году только они прошли четыре республиканских учебно-тренировочных сборов, в чем нас поддерживает управление спорта области Абай, дирекция развития спорта. По Китая, Алтымбек показал хороший результат. У нас была цель именно первое место, так как первый номер будет выступать на азиатских играх, которые будут проходить в октябре месяце в Иране. И в 2025 году будут проходить сурдолимпийские игры. Следует отметить, что Казахстан впервые принял чемпионат мира по сурдо дзюдо. Сборная Казахстана завоевала три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали в личном зачете чемпионата мира среди спортсменов с нарушением слуха. Теперь победителям предстоит большая подготовка к предстоящим азиатским и сурдолимпийским играм.